Гипотензия Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, друзья! Добрый день, пациенты! Сегодня мы решили собраться с неврологом и обсудить достаточно интересную тему. Обычно мы говорим про гипертензию, а сегодня мы решили поговорить про гипотензию, то есть тогда, когда давление низкое. Скажу честно со стороны кардиологов сразу, для нас эта проблема мало изучена, увы, и мы достаточно часто просто не знаем, что с этим делать. А более того, некоторые терапевты считают, что это снижение давления не страшно. Хотя понятно, что огромное количество исследований, которые показали, что гипотензия, так же как и гипертензия, это такой же риск инсульта, по большому счету, как и при высоком кризовом течении артериальной гипертензии. У нас, как правило, все сводится у кардиологов к тому, что мы делаем ортостатическую пробу, и смотрим, в зависимости от того, там падает на 20 мм, тут у нас стало бы систолическое артериальное давление, диастолическое, по-моему, на 10. И вот тогда мы дальше уже решаем, что с этим пациентом делать. Я точно знаю, что неврологи как раз более сведущие в этом вопросе, и хотелось бы узнать вообще, что с этим пациентом делать, и вообще, когда можно считать пациента, что у него есть вот эти низкие цифры? Как их оценивать? Вот ортостатическая гипотензия, которая нам всем отравляет жизнь, и из которой неврологи пытались изначально, и я пыталась отправлять к кардиологу, чтобы решить этот вопрос, потому что для нас это логично было, высокое давление или низкое, давайте направим к кардиологу и поможем пациенту. Действительно оказалось, что кардиологи больше решают вопросы с артериальной гипотензией, и здесь не только артериальная гипотензия постоянная, от которой страдают пациенты, а она приходящая, она реагирует на физическую нагрузку, она реагирует на прием пищи, и более того, для нас особо сложным является то, что при принятии положения лежа, это ночной сон, это дневной сон у пожилых людей, у нас возникает артериальная гипотензия в положении лежа, и давление, которое вот сейчас было 100 мм тутного столба систолическое, может быть 100, 50, 160, 200, и пациент не знает, как ему справляться с такой ситуацией, и более того, врач, который его ведет, часто не понимает, что с ним делать. Но со стороны кардиологии я единственное хочу что добавить, когда поступает такого рода пациент, когда мы действительно думаем о гипотензии, очень важен, конечно, сам непосредственный расспрос, как пациент живет, потому что мы знаем, что бывают отсроченные периоды этой гипотензии, когда мы смотрим там, по-моему, даже протокол был большой, когда мы смотрели там не через 5-10 минут, а когда смотрели там через 30 минут, и действительно падало вот это давление, а вроде бы как пациента уже отпустили. Небольшая проблема, что многие кардиологи начинают пропускать именно прием препаратов, не смотрят там просто банально анализ крови, клинический анализ крови. Что мы часто еще встречаем в практике? То, что не оценивают вариабельность ритма сердца и, в принципе, не оценивают ЧСС. А это очень важно, когда ты делаешь даже ортостатическую пробу, ведь важно посмотреть, чтобы не просто давление там упало, и тогда вот мы все четко стоим, а именно нейрогенной природы, вот эта гипотензия или нет? Я правильно понимаю, я правильно мыслю вообще в этом ключе? Да, абсолютно. Неврологи сталкиваются с тем, что в среднем и пожилом возрасте как раз начинаются нейродегенеративные заболевания. И первое, что нарушается, это кардиоваскулярная вегетативная функция, поддержка. Соответственно, у нас на фоне и рецепторных изменений, и изменений нейромедиаторных возникают подвижки в регуляции симпатической парантисимпатической нервной системы. И мы видим часто очень следующие моменты, когда у пациента нет еще других симптомов, не двигательных, не когнитивных. Но уже есть вот эта лобильность артериального давления. Пациент начинает страдать от головокружений, от сонливости, от утомляемости, и приходит к неврологу решать эти вопросы. Естественно, здесь мы понимаем, что поскольку это не специфический симптом, а может быть следствием ряда других изменений в организме, пожилые люди мало пьют воды, они могут вариабельно питаться, в том числе забывая питаться. У них есть достаточно много соматической отягощенности, это и сердечная недостаточность, здесь могут быть действительно проблемы частые с дефицитом витаминов, могут быть различные проблемы с сахарным диабетом, когда есть... Очень важно, кстати, подчеркнуть, этот сахарный диабет непосредственно абсолютно солидарен проблемы, которые связаны с эндокринной патологией со стороны щитовидной железы, что, кстати, очень много у молодых встречается и тоже пропускают патологию. И, наверное, вот вы сказали про пожилых людей, а ведь у многих молодых людей просто не спрашивают, накануне, например, может быть, была диарея. А мы про объем циркулирующей крови как-то немножко забываем и сразу начинаем стоять вот эту гипотензию и сразу бить в колокола. Вот опять же возвращаясь к тому, насколько важно нам на самом начале, чтобы потом вот в этом клубке разобраться уже и направить непосредственно к неврологу, потому что вот лично для меня вот эта неврологическая уже проблема, когда это связано действительно с барорецепторной активностью, когда это связано с симпатической парасимпактической активностью, вот тогда уже действительно мне очень сложно в этом разбираться. Я хочу вот что понять. Очень простую штуку, по большому счету. Очень большое количество пациентов, на что жалуют, собственно говоря, я покушал, ну вот если в общей популяции взять моей практической работы, это чуть ли не 20-30 процентов. Говорят, у меня вот сразу после того, как я покушу, через 30-35 минут у меня резко падает давление. Что с этим делать? Непонятно. Действительно, постпрандиальная артериальная гипотезия это тоже следствие того, что, грубо говоря, вся кровь оттекла к желудку, переваривают содержимое желудка для того, чтобы лучше насытиться питательными веществами, и происходит некое обкрадывание головного мозга. И в этом как раз как проявление, обычно люди говорят, слабость, сонливость, появление зевоты, необходимо прилечь даже в некоторых случаях, если это тяжелый случай артецетической гипотензии. Это очень часто при наших как раз нейродегенеративных заболеваниях, то есть болезнь Паркинсона, деменция с тельцами леви, мультисистемная атрофия. Все наши пациенты страдают этими симптомами. Здесь мы говорим, что нужно питаться дробно, питаться небольшими порциями, не горячей пищи, максимально не провоцировать эти состояния. Использовать компрессионный трикотаж, использовать достаточный объем жидкости, восполняя как раз объем циркулирующей крови, это как раз один из перечней таких триггерных вопросов, которые мы задаем. Есть ли у вас повышенная дневная сонливость, есть ли у вас необходимость прилечь после завтрака, есть ли у вас головокружение, когда вы долго стоите на ногах, не переминаясь, никуда не идете. То есть это все те факторы, которые для нас... Чек-лист, да, мы на них опираемся. Я сейчас услышал от вас дневная сонливость и понимаю, что для нас это тоже опорный... Потому что, в частности, опять же, наше излюбленное состояние, которое в народе просто называется храп, а на самом деле синдром инструктивного апноэ сна, для нас это тоже такой хороший триггер, который нам говорит о том, что пора бы сделать исследование. И, кстати, которое показывает, что при запущенных формах, и даже при средних формах синдром инструктивного апноэ, при использовании СИПАП аппарата, СИПАП терапии, в общем-то, мы очень здорово нормализуем давление. И не только высокое, но зачастую мы нормализуем как раз от гипотензии, мы приходим к нормотензии. И вот про это забываем. Вот что мне очень любопытно. Когда приходят люди к неврологу, вот это все рассказывают, часто ли неврологи посылают и делают холтерское моментарирование, когда особенно синкопальные состояния? Не так часто проявляется артериальная гипотензия, артитическая гипотензия, как раз полноценными синкопальными состояниями. То есть, естественно, что если у нас зарегистрирована синкопа, мы отправим на холтерское мониторирование, чтобы убедиться, что там нет каких-то сложных нарушений ритма и так далее. Марин, я вот о чем задумался. Действительно, когда мы понимаем, что нет артериальной гипертензии, когда нет сахарного диабета, то многие терапевты просто не знают, что с этим пациентом делать. А ведь на самом деле еще куча других критериев, которые надо исключать, верно? Конечно, отсутствие сахарного диабета приводит к какому-то тупику. То есть, все было бы так здорово и объяснимо, если бы у пациента был сахарный диабет. То есть, откуда у него есть артитическая гипотензия? На самом деле, любая пульниропатия с повреждением тонких волокон не будет приводить к какой-либо кардиоваскулярной вегетативной недостаточности. Поэтому мы смотрим на все возможные причины артитической гипотензии. И наиболее часто мы находим связь именно с синдромом перкинсонизма, с деменцией, и выходим на уже большую диагностику нейродегенеративного заболевания. Потому что, на самом деле, это не новость, когда приходит пациентка возраста 60+, приносит две стопки выписанных эпикризов из неврологии, где лечили дистрокультурную энцефалопатию с лобильностью артериального давления, и из кардиологии, где лечили лобильность артериального давления, назначали терапию, поскольку доктор приходит, пациентка обычно лежит, меряет ей давление, 160-170, назначают гипотензивную терапию, и так по кругу. Не зная генез вообще артериальной гипертензии, зачастую. Да, и не задумываясь, что на это тоже нужно посмотреть, это исключить в клинической своей гипотезе, почему у пациента с утра мы приходим на обход в 9 часов, они еще только встали, померили давление 160, в обед пришли, они легли. Как вы их балуете в 9 часов? У нас уже вовсю, мы их, у нас не забалуешь, 8 встал уже. 8 встал, да. Ну, я в общем имею в виду, что пациенты стационарно, они в основном находятся на кровати, когда приходит доктор, и доктор не может уловить вот эти моменты перехода от гипертензии в гипотензию, при том, что есть три основных как раз диагностических момента улавливания вот этой артериальной гипотензии по типу этой гипотензии. То есть, есть сверхбыстрая артериальная гипотензия, и практически любой подросток знает это 40 секунд, он быстро встал, у него закружилась голова немножечко, потемнела какая-то легкость, и все прошло, и все восстановилось. Я подросток. Я подросток, да. Если мы не высыпаемся, мы все подростки, у нас есть такая срыв адаптации. Есть такая классическая, когда пациенту просят хотя бы минуту постоять, и от минуты до трех минут у него происходит падение артериального давления, если оно действительно больше сейчас уже 30-ти, сейчас 30-ти, систолическое, да, и более чем 10-ти, диастолическое, мы говорим, что да, у нас есть причины, подразумевая артериальная гипотензия у этого пациента, и есть такие, тоже отсроченно реагирующие пациенты, у которых от 5 до 15 минут происходит весь этот каскад. Действительно, когда мы померили, как по классическому варианту, у нас ничего не произошло с пациентом, мы говорим, у вас нет артериальной гипотензии. Пациент выходит из кабинета, и в коридоре ему становится уже плохо, он говорит, нет-нет-нет, у меня кружится голова, мне нехорошо, что-то происходит, а может быть и не говорит, если он, например, присел и ожидает, да. Поэтому здесь действительно очень сложно инструментально уловить именно вот эти спады давления, поэтому нам не помогает СМАТ в этом плане совершенно. Вообще не помогает? Очень-очень редко. Тут я считаю, что есть два момента вот со своей, так сказать, со своим видением этой проблемы. Первое, то, что мы зачастую не всегда правильно меряем давление. Совершенно правильно вы сказали, потому что мерить нам нужно трижды, с разницей в 5 минут как раз. И вот эти 15 минут мы захватываем. Второе, это когда мы расшифровываем суточный монитор артериального давления. У нас, как правило, многие доктора смотрят просто на пиковые цифры давления. На тренды. И на тренды. И все. Нон-дипер, овер-дипер или так далее. Они не смотрят, что это такое. А ведь там очень много. Вариабельность ритма, в частности. Там очень много параметров, на самом деле. Особенно, когда мы сочетаем и исключаем вот эту не просто ортостатическую гипотензию, а синкопальное состояние вешаем холтер. Мы можем оценить и посмотреть, что происходит с частотой сервисного сокращения в этот момент. Что пациент делал, опять же. Вот этот сбой. Дневничок не ведет? Доктор расшифровал, посмотрел, нету. А вот тут провал. Ну, спроси, скажи, что вы делали в этот момент времени? Нет, он этого не делает. А пропуская вот этот вопрос, он, возможно, пропускает диагноз, к сожалению. И вот, опять же, по поводу сахарного диабета. Есть состояние, которое называется преддиабет. Ну, скажем, например, нарушение толерантности к глюкозе. Мы, если исключили диабет, мы не подумали сделать тест толерантности к глюкозе. Сделали, увидели. Оказывается, вот в чем причина. В том числе, почему через 20 минут возникает вот эта гипотензия. Но здесь все более-менее понятно. Вот в неврологическом статусе для меня все достаточно сложно. Когда мы вот все это исключили со стороны кардиологии, эндокринологии и так далее, как быть с этим пациентом? Что за исследования нужно проводить? Как это дальше вот алгоритм происходит? Ну, на самом деле, мы всем пациентам с ортостатической гипотензией проводим и холтер и смат, в надежде уловить данные изменения. Всем пациентам проводится ортостатическая проба. Простая проба, когда пациент пять минут лежит. Спокойно ему измеряется базовое его давление. Встает и в положении стоя может держаться за что-то. Минуту стоит и после этого измеряется дважды давление. Мы смотрим падение артериального давления. Есть проба, которая проводится на поворотном столе, когда головной конец поднимается на 60, или в некоторых исследованиях я видела и 80 градусов, и оценивается падение в результате этой быстрой вертикализации. В научном мире используется проба Вальсальва, и она очень хорошо показывает степень вегетативной дезрегуляции. Например, Петр Новак в 2011 году опубликовал шикарное исследование о трех градациях вегетативной дезрегуляции. И на пробе Вальсальва очень хорошо видно, когда пациенты недостаточно восстанавливают быстро давление в течение минуты, восстанавливают его отсроченно или не восстанавливают в течение последующих пяти минут. И для нас вот эти сложные проявления, тяжелые ортоцитической гипотезии, важны в том числе в дополнительной диагностике, когда мы диагностируем и болезнь Паркинсона, и деменцию с тельцами Леви, потому что она сложно восстанавливает исходный уровень давления. И, конечно же, мультисистемная атрофия, когда пациенты сначала испытывают все эти вегетативные симптомы, или же затем у них могут появляться какие-либо дополнительные неврологические симптомы, либо, если это симптом автономной вегетативной дезрегуляции, который сейчас выведен из группы мультисистемной атрофии, и вообще дискутируется, есть ли такая отдельная нозология, тогда у них это основной ведущий симптом, связанный с тем, что нарушается постоянство кровотока в головном мозге. Это доказывается либо МРТ с режимом ILS, когда смотрится перфузия, и доказывается, что возникает недостаточное кровоснабжение в регионах мозга, и из-за этого как раз прямая связь с артериальной гипотезией. Очень здорово, когда мы можем сделать и МРТ в ангиорежиме, например, и все это посмотреть, но посмотрите, какое количество у нас мракобесия. Ну, к чему я, собственно говоря, веду? Если у нас есть снижение артериального давления, если мы как-то, дескать, себя почувствовали вяло и устало, настроения нет никакого, значит, мы бежим к доктору, а он, знаете, что вам говорит? У вас синдром хронической усталости. Вот это повсеместно я слышу, казалось бы, от врачей в 21 веке. Откуда берется вот это мракобесие, мне непонятно, потому что синдрома хронической усталости нету как диагноза. Это все равно, что когда мы не можем поставить артериальную гипертензию, что мы говорим? Что это как-то связано с вегетатикой, это какое-то вегетативное расстройство. Я очень опасаюсь вот этих всех вещей, потому что, ну, по большому счету, это лишь, во всяком случае, мне так кажется, свидетельствует о том, что доктор недостаточно хорошо знает ту тему, в которой стоит разбираться, или не хочет в ней разбираться. Потому что вот когда приходит уже к неврологу, опять же говорю, ну, делается МРТ, делается, возможно, компьютерная томография в ряде случаев. Ведь очень часто, например, при гипотензии не посмотрели просто как, где находятся почки. Вот такие вещи я очень часто наблюдаю. Я знаю ситуацию, когда у кардиологов, у терапевтов пропускали заболевание, это была опухоль головного мозга. Вот. Насколько часто вы с этим сталкиваетесь? Вот по неврологии именно. Потому что, с одной стороны, вроде бы сейчас все говорят, давайте делать всем МРТ, но показаний нет. С другой стороны, мы часто пропускаем, вот в частности по поводу доброкачественной опухоли, мы это нередко пропускаем. На самом деле сложно, когда до тебя уже поработали с пациентом-клиницистом, который вы убедили в том, что здесь какой-то действительно стрельф адаптации, либо какая-то эмоциональная вещь. А между тем, если мы говорим как раз про артистатическую гипотензию, это, наоборот, симптом, за который следует тянуть, чтобы разобраться в сложной проблеме. Действительно, вегетативная дезрегуляция, она не так проста. Нельзя сказать, это у вас вегетатика, это у вас, условно говоря, ВСД. Ну, помните, какой ВСД в 40 лет или в 60? А я встречалась с такими диагнозами, когда на кону действительно качество жизни пациента, в условиях того, что это симптом, принадлежит большому глобальному заболеванию, которое следует лечить. То есть недавний пример из моей практики. Пришла женщина 60 плюс с симптомами головокружения, с большим количеством выписок. И на мой вопрос, как долго вы болеете болезнью Паркинсона, потому что я вижу и другие симптомы заболевания. Она мне говорит, у меня просто 15 лет трясутся руки. Да, это доброкачественная форма, дрожательная форма, одна из наиболее доброкачественных для болезни Паркинсона. Но это был важный симптом. Если собрать их вместе, у пациента есть экстрапирамидная симптоматика, у пациента есть вегетативная дезрегуляция. Далее я ее прошу. Давайте мы будем восполнять уровень жидкости, потому что я знаю, что пациенты мало пьют. Она мне следом говорит, я уже 10 лет как плохо глотаю. То есть это еще один... Она у доктора была? Да. То есть у нее затряслись руки? Она ведь наверняка... Мне очень хочется верить, что она обратилась к доктору. Или нет? Она могла обратиться к доктору на тот момент, который сказал, знаете, это не сильно прогрессирует. Может быть, это другое доброкачественное заболевание, такое как эссенциальный тремор. Вы же ходите, у вас же нет тугоподвижности. То есть большинство докторов первичного звена, к сожалению, не представляют, что и болезни Паркинсона тоже разные формы. И в некоторых случаях клиницисты с опытом сложно дифференцируют эссенциальный тремор от дрожательной формы болезни Паркинсона. Здесь получается бинго, такой топ-3. Пациент с паркинсонизмом, пациент плохо глотающий, у пациента вегетативная дезрегуляция. Класс. Надо что-то делать. Класс. Да. Я наконец-то к этому пришла. Доктор, лечите. Нет, пациентка недовольна. Она пришла получить другое назначение, нежели всякие препараты около медицинского клана. Вот, 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 вот. Стоп, стоп, стоп. Мы должны об этом поговорить. Вот прям вот не могу я упустить этот момент. Вот не могу, потому что я прям завожусь, когда слышу, ноотропы, какой-нибудь триметазидинчик обязательно. Ну, их можно перечислять до бесконечности. Откуда вообще все это? Откуда это берется в головах наших терапевтов? И вообще, в принципе, вот то, за что мы бьемся, за доказательную медицину. Вообще, как долго мы будем к этому приходить? Как вы думаете? Ну, на мой взгляд, ответ очень простой. Если ты не понимаешь, что с пациентом, надо назначить что-то безопасное. Не эффективное, а безопасное. Увлечь пациента. Это гораздо проще, чем садиться потом и поднимать литературу, и вообще вникать в пациента, и что с ним происходит. Но это действительно может работать. Вы подумайте. Потому что, смотрите, они назначают, например, капельницы. Да. Они поднимают ОЦК. И понятно, что какой-то мимолетный эффект есть. Естественно, пациент думает, что доктор все сделал правильно, назначив ему пустышку. Про капельницы, кстати, очень важный отдельный вопрос. Пациентам, например, с нейродегенерациями, с доказанной по генезу депривации сердца, так же, как пациентам с сахарным диабетом, крайне аккуратно мы относимся к любым капельным введениям. Потому что, повышая ОЦК в условиях нечувствительности барорецепторов, потому что они съедены нейродегенерацией, мы запросто можем получить острую смерть пациента сердечную. Поэтому сколько... Внезапную. Да, сколько мы не говорим неврологи, посылая свои импульсы в первичное звено, что будьте внимательны. Пациента с болезнью Паркинсона, с деменцией нейродегенеративного плана нельзя капать. Это первый вопрос. Просто он умрет от жидкости, возможно. Не часто, но возможно. А второй момент. Чем в основном капают? Теми же ноотропами, стимулирующими препаратами. Не надо забывать, что здесь вегетативная недостаточность очень близко прилежит к эмоционально-поведенческим и когнитивным нарушениям. Что вы там разгоняете? Психозно? Именно. Большое спасибо. Именно. Чтобы потом обратиться к доктору с такими выпученными глазами. Доктор, вы ничего не делаете. На психозе. Капельницу делали, а вы занимаетесь ерундой. Более того, на психозе мобилизуются все силы. Наконец-то симпатика побеждает. И действительно, они получают стабилизацию в вегетативном плане, но полную дестабилизацию в эмоциональном и в поведенческом плане. Бегает такой кричащий Франкенштейн, уже не роняет давление. Понимаете? Это на самом деле огромная проблема. За это время пожилой пациент расходует весь свой ресурс, который еще может, и потом за этим следует тяжелая декомпенсация. Такая же ситуация, скорее всего, вы знаете, что кардиологи вообще-то знают, происходит у молодых людей, которые принимают энергетики. Абсолютно правда. Сначала у них тонизируется все, потом долгий-долгий период восстановления ресурса. Очень долго, ведь на самом деле это известная тема, я ее поднимал неоднократно, помимо теобромина кофеина. Громадное количество сахара, безусловно. Для США это была громадная проблема, чтобы кардиологи и неврологи, кстати, тоже донесли это. Потому что что делала молодежь? Они еще и алкоголь добавляли в энергетики. В итоге во многих странах это просто запретили. Мы же их используем абсолютно. Вот, пожалуйста, рекламная кампания везде. Так же, как, в общем-то, мы используем ассиосалициловую кислоту. Что для кардиологии это плохо, что для неврологии, когда это бездумно означается, это плохо. Но вот эти пустышки, они везде. Пустышки и пустырник как раз. Вот мы ноотропами задавили, кажется, вот это, а пустырником мы вылечили стресс. К которому, собственно говоря, этот же стресс, получается, спровоцировал доктор, который назначил пустышку. И вот момент очень тонкий мне всегда. Для меня невролог, это не просто невролог, а это невролог, который работает вкупе со своим же коллегой, что в одном лице. Это психоневролог. Вот насколько вот эта тонкая грань, когда действительно вот есть дегенеративное расстройство, а есть расстройство именно психики, которое уже требует, в том числе, например, назначения антидепрессантов. Я работаю не с психоневрологами, я работаю с психиатрами. И мои пациенты, которые так или иначе нуждаются либо в консультации для того, чтобы составить общий диагностический алгоритм, либо уже для лечения, достаточно спокойно реагируют на то, что они пойдут к психиатру. Наверное, здесь работают какие-то границы, которые я для себя устанавливаю в рамках своей компетенции. То есть я полностью даю понять, что вот поле для деятельности, где я разбираюсь и контролирую. Если наша ситуация выходит за мои границы, мы обратимся к другому специалисту. Я не перестану для вас быть лечим врачом по вашему заболеванию, но здесь мне нужно компетентное мнение. Я все время говорю, я тоже могу принять роды в экстренной ситуации, но в плановой ситуации лучше, чтобы акушер-гинеколог. Поэтому это та же ситуация. Если я вижу, что у моего пациента есть либо признаки эндогенного процесса, либо затяжная какая-то реактивная депрессия, мы не можем никак выйти из этой ситуации. А в этой ситуации как раз гипотензия будет провоцировать изменение нейробаланса нейромедиаторов. Мы обращаемся, естественно, к психиатру. Психиатр назначает стандартизированное плановое лечение, и пациент наблюдается уже у двух специалистов, то есть под двойным контролем. Безусловно, здесь вот тот фактор, когда эмоции, когда лимбическая система выходит из строя, и это является причиной как раз артериальной гипотензии. Возвращаясь обратно ко мне с этой темой, если у пациента длительно идут нарушения эмоций, если у пациента есть длительная гипотензия, связанная тоже с эмоциональным планом, почему надо лечиться у психиатра в том числе и возвращаться к неврологу, если это долгая ситуация, которая не разрешается, потому что пациент не идет к психиатру, это большой риск, например, для болезни Альцгеймера, и это доказано в исследованиях. То есть депрессия и деменция очень тесно спаяны, гипоперфузия и деменция тоже остро спаяны. То есть одно может провоцировать другой, либо одно может быть на фоне другого, как уже проявление полноценно сформированной деменции, тогда именно чувствительность рецепторов угасает с изменением их количества. Предлагаю подвести коротенько итог. Приходит пациент со сниженным давлением. Мы обязаны исключить патологию со стороны крови, мы обязаны исключить патологию со стороны эндокринной системы, со стороны почек, разумеется, сделать ортостатический тест. И вот когда мы уже, кардиологи, СМАТ, Холтер и так далее, исключили в том числе заболевание сердца, все, мы уже это не нашли, пациент идет к неврологу. Вот теперь что делает невролог? Как я понимаю, что прежде всего это грамотный анамнез, а дальше уже он начинает разбираться. Безусловно. То есть мы не смотрим на этот симптом изолированным. Мы смотрим в данном пациенте, по данным анамнеза и клинической картины, к чему мы можем приложить этот симптом. То есть имеет ли он нейрогенную причину. Тем более, что кардиолог перед этим всю сосудистую причину нам исключил. Поэтому здесь у нас уже работа на своем поле. То есть для нас наиболее частые причины, вы свои исключили, и мы начинаем заново. Это какой возраст у нас? У нас может быть, если молодой пациент, то это наследственные заболевания с дефицитом дофамин-бета-гидроксилазы. Но чаще всего это, конечно, возраст 55-60+, когда мы подразумеваем, что в этом возрасте у нас дебют уже нейродегенеративной патологии. И мы смотрим все другие ранние предикторы появления нейродегенерации. Нарушение обоняния, другие вегетативные симптомы. Нарушение мочи и спускания, нарушение потоотделения, нарушение сна в фазе с быстрым движением глаз. Конечно, мы спрашиваем о моментах, которые для нас чек-лист по арцетической гипотензии. Это реакция на нагрузку, на статику, на питание, на употребление горячих напитков, дневная сонливость. То есть все вот это, если вкупе мы оцениваем, мы говорим о том, что, скорее всего, данного пациента мы будем вести пока изолированно, симптоматически по его жалобам. А далее мы будем ожидать появления других симптомов. И примерно раз в полгода мы пересматриваем данного пациента. Какие у нас есть возможности? Я недавно пересматривала периодику и посмотрела, что в отличие от российских фундаментальных статей, есть вполне легенькие статьи, которые отражают подход к лечению симптоматической артериальной гипотензии, арцетической гипотензии. Следующим образом, у нас есть пациент, столько-то лет у него падает давление в пробах, что позволяет нам установить артериальную гипотензию, арцетическую гипотензию. У него есть гипотензия в положении лежа, что пациент принимал и что было неэффективно. То есть пациент пробовал принимать, например, медадрин, пациент пробовал принимать флудрокортизон. Это имело ограниченный эффект. Когда он перешел на прием дроксидопы, прекурсора норадреналина, у него стабилизировалась его артериальная гипотензия, и была достаточно умеренная гипотензия в положении лежа. Потому что что происходит? У нас прессорные механизмы весь день пытаются схватить и победить дилетацию. И когда мы наконец ложимся и успокаиваемся, у нас происходит победа. И у нас давление может повышаться, у некоторых пациентов выше 260, что риск смертности, что риск получить тот же инсульт либо на обкрадывание, либо уже на такую кризовую гипотензию. Поэтому здесь не надо забывать, когда мы общаемся, все равно мы будем отправлять к кардиологам, решая те или иные задачи и ранжировать гипотензивную терапию для ночного периода. Мы остаемся в том, что если дневной период мы можем нейрохимически назначить дроксидопу, я надеюсь, что она появится в России. Я удивлен был, честно говоря, потому что препарат-то прекрасный, но у нас же его нет. Его можно достать, условно говоря, но он стоит просто как крыло от самолета. То есть 240 тысяч упаковка – это прям космоденьги какие-то. Конечно, мы пересматриваем план питания. Всю провоцирующую систему факторов – это ношение компрессионного трикотажа, это объем выпиваемой воды, это питание небольшими порциями негорячей пищи несколько раз в день больше, чем 3. На 3 приема делятся, а на 5-6 в зависимости еще от принимаемой терапии. Это пересмотры всей гипотензивной терапии, потому что… Это очень важно. Это очень важно. Да, пациенты. Очень важно, когда действительно есть коллегиальная работа постоянная, при том, что на уровне звонка, вот на уровне звонка с другом-неврологом, когда, послушай, я вот хочу назначить вот эту группу, потому что ты уже знаешь, что будет назначать, или не знаешь, тебе невролог, наоборот, звонит, и вы уже совместно решаете. Потому что когда возникает нередко полипрагмазия, мы это видим, и когда еще и вот эти препараты нам бесполезные абсолютно, это нам мешает. Казалось бы, если бы ты назначил просто бы этот препарат без невролога, он бы, может быть, хорошо скомпенсировал давление. В совокупности с этим препаратом он резко снизил давление. И еще, в чем большая беда, то, что вот грамотный кардиолог и грамотный невролог, он отслеживает пациента, он прекрасно понимает, что есть период накопления препарата, что через 2-3 недели мы должны совместно посмотреть, совместно должны обсудить. Может быть, совместно повторить суточный монитор давления. Очень большое количество людей этого не делают. Я думаю, что в неврологии тоже самое, такая же проблема существует. Конечно, всех наших пациентов мы стараемся держать на контроле, и они очень хорошо идут на контакт, потому что, найдя своего врача и получив эффект, вряд ли ты будешь менять и вряд ли ты будешь пропадать. Иногда очень сильно переживаем, действительно, потому что падение давления провоцирует у пациентов с деменцией психоз, нарушение дереализацию, то есть у них происходит провоцирование галлюциноза, бреда. И эти все моменты, то есть обратная связь, это нужно не только самому пациенту, которому иногда уже ничего не нужно, а прежде всего семье, чтобы как-то спланировать и терапию, и визиты, и стабилизировать пациента. Возвращаясь к терапии, мы, конечно, пытаемся сделать две вещи сразу. Первое – пересмотреть все препараты, которые принимаются утром, и в зависимости от питания, чтобы не было два фактора, которые снижают давление, например, прием тех же препаратов Леводопа, которые снижают давление у пациентов с классическим паркинсонизмом, и прием пищи, чтобы это было разнесено во времени, и так это нужно и по графику приема Леводопа, чтобы мы ранжировали нагрузку по вседневной активности у этих пациентов, чтобы мы действительно не назначали где-то, или мы спрашиваем, не принимаете ли вы на всякий случай препараты для снижения артериального давления, которые разгонятся, и как раз пик придется на какой-то из этих факторов. И мы смотрим, конечно, сочетание гипотензивной терапии с базовой терапией, которая будет приниматься пациентам, например, для решения когнитивных вопросов, потому что, например, ингибиторы нацилхолиностеразы ухудшают проводимость сердца. Если у нас там еще и бета-блокатор, мы получим ситуацию, в которой мы не можем формально принимать ингибиторы нацилхолиностеразы без отмены бета-блокатора. Либо мы не знаем, мы не спросили, принимает ли пациент, у него 50 пульс, мы говорим, ой, по критериям мы не можем, хотя эта ситуация была бы более четкой. Кстати, очень показательный пример, потому что в ряде случаев мы можем избежать назначения бета-блокаторов, можем назначить тот же самый ивобродин, который никоим образом, например, не влияет на артериальное давление, он просто урежает частоту. Но опять же, вот это должна быть согласованность вместе с нейрологом, потому что в ряде случаев, наоборот, синергия возникает препаратов, и мы вот это получаем. Очень важно по поводу метилдопы, как раз. Вопрос-то чрезвычайно важный, поскольку его, кстати, задают достаточно часто журналисты. Правильно я понимаю, что если человек приходит, ему ставится паркинсонизм, нужно максимально попробовать оттянуть время до назначения этого препарата? Или нет? Леводоп нет. Здесь выбор основан на низких факторах. Во-первых, возраст. Во-вторых, состояние когнитивных... Но не 70 лет, не 65, не 70 лет. До 70 лет. То есть, если мы опираемся на возраст, есть формально терапия до 70, и после 70 лет, ожидая, что как раз в этот период происходит значительное изменение в когнитивной сфере. Если они произошли раньше, тогда мы просто сдвигаем этот протокол и начинаем раньше прием леводопа. То есть, у более молодых пациентов есть возможность принимать первоначально препараты, которые улучшают чувствительность. Вот, я это и хотел услышать. К собственному дофамину. Если, опять же, мы говорим о болезни паркинсона. Если мы говорим о группе атипичного паркинсонизма, там все по-другому. Поэтому здесь момент, когда, например, при болезни паркинсона, возвращаясь к артериальному давлению, прием леводопы может снижать давление, а у пациентов с прогрессирующим над ядерным параличом, повышать давление. Вопрос как раз в катахоламиновом оркестре. Что там играет первичную роль? Потому что в одном случае это больше дофамина, который потенцирует выработку астилхолина, и давление снизится. В другом случае астилхолина нет, и все уйдет в норадреналин, который, наоборот, даст пиковый подъем давления. То есть здесь нужно всегда знать, на каком поле ты работаешь. Поэтому вот этот симбиоз кардиолог-невролог очень важен. Вы исключаете сосудистые и гормональные проблемы, мы исключаем нейрогенные проблемы, либо подтверждаем их и уже знаем, как вести данного пациента, и обращаемся к кардиологу, когда подбираем дозу препаратов, какие-то особенности у нас, коморбидный пациент и так далее. Особенно коморбидность, разумеется, это коморбидность, когда связано, опять же, то, что я повторюсь, сахарный диабет, сердечная недостаточность. Это достаточно сложная для нас, для обоих патология, когда мы встречаем уже и Паркинсона истинного, и сердечную недостаточность. Вот этого пациента надо вести очень аккуратно, особенно если это низкая действительно фракция выброса, и с препаратами все достаточно сложно у нас получается. А если это еще, например, и мужчина, где альфа-блокаторы нужно назначать, например, при ряде обстоятельств, это вообще целая беда, и хорошо, когда у нас есть возможность действительно коллегиально вместе все это решать. Мне очень часто задают вопрос, низкое давление, но вот многие врачи нам говорят, что кофе – это плохо. Я вот сразу говорю, ребята, что кофе, пожалуй, это один из, наверное, наиболее изученных действительно напитков, что, более того, даже в 2017 году на Конгрессе кардиологов показали, что это только хорошо, в частности, даже для кофе препятствует кофеин, это и обрамин препятствует некоторым даже развитию раковых заболеваний. Вот в отношении неврологии кофеин и это и обрамин, ваше отношение? Для пациентов мы рекомендуем одну чашку свежесваренного кофе, не суррогата с утра. Не с малоарнаутской. Не с малоарнаутской, да, да. Не ленитесь, варите кофе, пусть это будет напиток, который дает вам не только бодрость, но и удовольствие. На одну чашечку кофе пациент реагирует хорошо, а на следующую уже истощается возможность организма реагировать, и у нас нет такого уже эффекта, кроме как мочегонного, да. Точно, совершенно. Поэтому, наверное, еще один совет быстренько, прямо сразу сходу, то, что когда вы просыпаетесь, прежде всего, воды теплой попейте, не надо сразу пить кофе. Это, кстати, потому что первое, что вы получите, это мочегонный эффект. Я думаю, что мы сегодня так вместе с вами классно разобрали, быстренько, и мне лично даже как-то понятно стало, потому что мы, как кардиологи, мы страшно ограничены в препаратах, которые могут как-то нам помочь поднять давление. И я думаю, что ключевое в сегодняшнем нашем разговоре, что если вы видите, что у вас низкое давление, к врачу идти надо, что это не норма. Абсолютно точно. Это риск более глобальных изменений в здоровье. Пусть это будут эмоции, или пусть это будут какие-то возрастные заболевания. В любом случае нужна помощь специалиста для скорейшего возвращения в норму или максимальное приближение к норме. Здесь как раз адекватно относительно всей медицинской практики. Здесь, конечно, время и деньги, потому что дальше будут осложнения. Точно совершенно. Лечитесь правильно, господа. И обращайтесь к классным и современным врачам.